МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Репетиции окончены. Особенности проведения централизованного тестирования 2019 будем обсуждать сегодня в программе «Разговор по существу». Меня зовут Екатерина Ильича Порок. Наш гость Владимир Мороз, директора регионального центра тестирования. Здравствуйте. Добрый день. Нашим зрителям хочется напомнить, что мы работаем в прямом эфире. У вас сейчас есть уникальная возможность. В ближайшие 30 минут мы ждем ваши звонки в студию. Студийный телефон 21 55 65. На все вопросы будем отвечать здесь и сейчас. Владимир Валентинович, действительно, репетиции завершены. Как можно охарактеризовать этот период? Насколько активны были абитуриенты? Какой этап стал самым активным? Традиционно мы тестирование проводили с октября месяца. Она закончилась у нас в апреле месяце. Опять же, та же самая традиция. Как говорится, всегда мы идем в последний момент. Иногда кто-то не успевает даже прийти на третий этап, для того чтобы попробовать свои силы. Причем, скажем, даже некоторые примеры своих знакомых, когда они спрашивают, а вот как бы еще на третий этап сходить? Ну, уже ж никак. Единственное, может быть, те, кто еще хотел бы попасть на вот это тестирование, он может его пройти еще на сайте Rix. То есть там есть онлайн-тестирование. И если оно еще работает, то, в принципе, можно попробовать силы свои там. Все равно нужно понимать, что одно дело, ты сидишь дома перед монитором, другое дело, ты попадаешь в аудиторию. Как вы считаете, для чего в первую очередь стоит посещать репетиции, хоть они уже и завершены, но тем не менее, какие преимущества будут иметь ребята, которые прошли все три этапа? Ну, нам вот, даже взрослым людям, наверняка трудно, в общем-то, сориентироваться в том бланке ответов, который получает ребенок. Если он его видит впервые, для него наличие вот этих вот ячеек, квадратиков, когда тебе говорят, что, в общем-то, надо крестик ставить вот так вот, это не каким-то другим образом, надо фамилии, имя, отчества писать, в определенных, так скажем, опять же, вот этих квадратиках не выходить, если что-то ты не так сделал, будут у тебя проблемы с оценкой, с выдачей там сертификата и так далее. То есть, естественно, в общем-то, ребенок теряется, это уже не говорят, а, скажем, вот тех, кто вообще, в общем-то, не проходил вот это тестирование. Естественно, процентов на 30 возрастает подготовленность, что ли, человека уже к централизованным тестированиям, и когда он получает этот бланк ответов, он не так теряется, он знает, как правильно писать, как правильно перенести ответы, распределить время, поскольку тесты, естественно, имеют различную длительность, то есть, соответственно, самый большой – это у нас математика, физика, то есть трехчасовые, соответственно, химия 2,5 часа, биология 2 часовые, языки 2 часовые, ну и остальные там история, география, они 90 минут. И надо вот в этих рамках написать тест, причем решить по максимуму все задания. И, опять же, еще раз повторюсь, не только просто там крестики поставить, так скажем, меточку в виде крестиков, некоторые ставят и точечки, некоторые рисуют там циферки какие-то, кто-то пытается их закрасить, как говорится, и так далее. Но в разделе «Б» надо еще это все дело прописать словами, то есть символами. Причем, если не помещается, что делать? Опять же, организатор помогает, рассказывает и так далее. И некоторые, в общем-то, дети немножко, в общем-то, ну, как сказать, уже напрягаются, что ли, когда они приходят, например, на третий этап, на второй они ходили, на первый ходили. Опять же, им организатор рассказывает, как что заполнять. Он вроде бы уже это слышит не первый раз, но, тем не менее, так скажем, даже на централизованном тестировании, если прошел человек все три этапа, спешить не надо. Может быть, что-то где-то поменялось. То есть, естественно, на ЦТ это уже максимальная, так скажем, зона ответственности для того, чтобы заполнить правильно бланк ответов, правильно записать фамилию, имя, отчество, серия, номер паспорта, свои данные и так далее. То есть для того, чтобы, в общем-то, потом получить уже ту оценку, на которую, в общем-то, на работа на централизованном. Получается, первый этап может быть вообще посвящен только тому, чтобы познакомиться с бланком, но еще и с обстановкой. Потому что репетиции максимально приближены к ЦТ. Какие нарушения выявлялись во время репетиционных тестирований? Действительно ли были люди, которых удаляли или нет? Были, как ни странно, были люди такие. В общем-то, вроде бы, как, ребят, предупреждаем, что, ребят, но, в общем-то, если вы нарушите, ну, вы потеряете вот эти 7 рублей, которые оплатили за прохождение репетиционного тестирования. На ЦТ, если вы нарушите, вы уже потеряете год, потому что пересдать предмет вы не сможете. И основное нарушение – это мобильный телефон. Были удаления, так скажем, ребят с репетиционного тестирования, поскольку, соответственно, на репетиционном тестировании, хоть и правила более демократичны, мы, то есть, не забирали куда-то, так скажем, телефон на какое-то определенное хранение в каком-то месте, мы, в общем-то, просили их выключить, эти телефоны, не перевести даже в режим вибрации, просто выключить, чтобы он не звучал, этот телефон. Были ребята, которые не выключали. Естественно, просто-напросто мы их удаляли, и, соответственно, в общем-то, они, ну, вот оставались без этих 7 рублей. Но, опять же, как говорится, я связывался с родителями. И родители говорили, что правильно сделали, что их удалили. Действительно, для того, чтобы понимали всю серьезность и ответственно подходили. Зрителям еще раз напоминаем то, что работаем мы в прямом эфире, обсуждаем сегодня то, как будут проходить централизованное тестирование 2019. И у вас есть возможность задавать свои вопросы. 21 55 65, телефон в студии прямого эфира. Уже сейчас, со 2 мая по 1 июня, открытая регистрация на централизованное тестирование. Как она проводится? Значит, у нас в области 4 пункта регистрации. В Бресте это технический университет, который является вузом-координатором по проведению централизованного тестирования. Соответственно, университет имени Пушкина. И в Пинске это Полесский университет. И в Барановичах, Барановичский госуниверситет. Соответственно, вот эти все 4 пункта работают по одинаковому расписанию с 9 утра до 19 вечера в рабочие дни. Единственное, у нас вот суббота будет 18 число. Мы будем работать там до 18 часов. Никаких обедов. Ну и, соответственно, так скажем, делается для чего? Для того, чтобы ребята в удобное для них время пришли и зарегистрировались. Что нужно или как проходит сама, так скажем, регистрация, говорится. В первую очередь сам абитуриент. Потому что порываются папы, мамы, особенно бабушки переживают, как говорится, как бы мне прийти там в мучку зарегистрировать и так далее. Поэтому обязательно лично абитуриент приходит вместе с паспортом и проходит регистрацию. Регистрация происходит каким образом? То есть подается паспорт оператору, оператор вносит определенные данные в базу, то есть там фамилиями отчества, определенные, опять же, данные по предметам, на каком языке человек сдает предмет. Тоже, может быть, подчеркну вот это вот, ну что ли, ну это не особенность, а просто у нас два государственных языка, русский и белорусский. То есть если оператор спрашивает, на каком языке вы будете сдавать, например, математику, четко проговаривать, я буду сдавать на русском языке. То иногда бывает такая ситуация, то есть приходит, ты будешь сдавать там математику на каком языке, на русском или на белорусском? Да. То есть весь диалог. То есть что ставить, как говорится, скажем, оператору? Ну, естественно, он белорусский был последний, он ставит, так скажем, меточку белорусский. Потом, когда человек переходит на ЦТ, он себя не видит в списках, там, где ребята проходят математику на русском языке, он в списках, там, где на белорусском. Начинается, так скажем, вопрос, а как это меня туда поместили, кажется. И дополнительная паника, потому что если человек не готов, Уже же ничего поменять нельзя, как говорится, да, и, естественно, идет и человек сдавать математику на белорусской мове, как говорится. Поэтому четко проговаривать, какие предметы, что будете сдавать, где будете сдавать. Все четыре пункта у нас в области работают как одно окно, то есть, например, если приехали в Политех, можно зарегистрироваться на любой из пунктов Пушкина, чтобы не ехать в другой, конечно, скажем, города, поскольку у нас, например, с университетом и не Пушкином мы разделили предметы, то есть, например, физика, химия, биология и иностранные языки проводятся только в техническом университете. История Белоруссии, обществоведение, география, всемирная история, они проводятся только в университете имени Пушкина. То есть вот это вот разделение, оно дало немножко, может быть, какую-то и путаницу ребятам, но с другой стороны мы облегчили, так скажем, время работы, что ли, так скажем, университетов. Почему? Потому что в это же время идет сессия, то есть идут защиты дипломов и так далее. Получается, что человек приезжает в любой из пунктов, и неважно, где он будет сдавать, какой предмет, он все свои предметы регистрирует в одном месте. Мы даже можем и зарегистрировать на Минск, на Гомель, на Могилев. Бывают такие случаи, когда ребята, например, едут на курсы какие-то подгодовительные в Минск, то есть каких-то пару предметов он хочет пройти, например, в БГУ, потому что он будет там на курсах на этих, как говорится, да, и, соответственно, так скажем, остальные предметы, например, в Бресте. Нет никаких проблем, как говорится, все это дело, так скажем, производится оператором, он регистрирует, после этого абитуриент получает так называемый лицевой счет, и с этим лицевым счетом он идет в банк, оплачивает 2,55 за один предмет, то есть за один тест. Регистрироваться можно на 4 предмета. На 4 предмета, да. То есть, в принципе, иногда ребятам даже подсказываем, что берите какой-нибудь, ну, как сказать, как запасной вариант, мало ли там где-то по какому-то из тестов у вас не получится где-то, как говорится, это, скажем, попасть на выбранную специальность, у вас будет запасной вариант. Ну, зачастую берут русский с белорусским, и потом уже выбирают, как говорится, какой из языков, соответственно, в общем-то, удачно сдался. Сейчас наблюдается активность в первые недели, или у нас все-таки, как обычно, из года в год самый пик начинается за последние пару дней? Ну, у нас на сегодняшний день примерно где-то выдано около, по-моему, так скажем, чтобы не ошибиться, около 8 тысяч где-то пропусков. В принципе, это очень мало пока. Почему? Потому что быстрее всего у нас были большие праздники. И сегодня, вот, честно говоря, в понедельник тоже вот я, как бы, так скажем, наблюдал перегистрацию, то есть не очень активно. Я так думаю, что, наверное, где-то со среды народ, как говорится, так скажем, к субботе подтянется, ну и уже останется там последняя неделя, как говорится, я думаю, что, в общем-то, более активно. Потому что, в основном, как бы, перед выходными ехали район еще, то есть Брестки и наши ребята еще пока как-то так в пути. Прогнозы какие-то о количестве детей есть на сегодняшний момент? Сколько примерно? 8 тысяч выдано, и вы говорите, что это мало. Сколько же будет? Ну, в прошлом году у нас было более 40 тысяч выданных пропусков. Я так думал, что, в принципе, еще ребята придут. И почему придут? Потому что по итогам репетиционного тестирования в этом году у нас более 32 тысяч тестов было решено. То есть больше, чем было в прошлом году. Я так думаю, что, в общем-то, как сказать, тренировались не зря. И те, кто тренировался, они быстрее всего пойдут и на ЦТ. То есть, естественно, цифра, по идее, должна возрасти. Четыре предмета по-прежнему, как мы уже сказали, могут сдавать абитуриенты. Три основных, один запасной. Какие возможности вот этот вот четвертый предмет дает? Ведь если люди действительно очень серьезно готовятся, я знаю, что прям прочитывается, что ни одна специальность, значит, мы сдаем вот этот, другая специальность. Все-таки вот этот четвертый запасной. Ну, четвертый, как я говорил, да, вот языки иногда, ребята, как зачастую. Ну, например, даже вот у нас в техническом университете, то есть для того, чтобы поступить на техническую специальность, надо сдать язык, соответственно, математика, физика. Если сдаешь еще иностранный язык, то ты можешь претендовать на какие-то экономические специальности. То есть, в принципе, вот четыре теста, и уже, как говорится, так скажем, все специальности, которые в одном университете, как говорится. Но, опять же, как вы правильно говорите, ребята есть уже ориентированные, и они уже знают, чего они хотят. То есть, если они знают, что они будут поступать в какой-нибудь медицинский, это, скажем, университет, то есть они сдают химию, биологию и язык, опять же. Ну, либо, если уже, как говорится, там, скажем, какое-то из направлений уже выбирают, то есть они смотрят, опять же, в приемной комиссии, какие из тестов, в общем-то, принимаются в приемной комиссии, чтобы вот этот четвертый тест иметь в качестве запасного штрафа. 15 предметов всего на централизованном тестировании. Самые редкие, ну, понятно, что самые распространенные, мы их уже назвали, да, это язык, математика, физика, химия, биология. Да, да. Самые редкие, которые вот просто в единичном варианте. Ну, в этом году у нас есть уже вот человек, который будет сдавать китайский язык. То есть, соответственно, это китайский, испанский языки. И пока один в аудитории, да? Ну, он, как сказать, он один, естественно, не будет в аудитории сидеть. То есть мы уже, как говорится, после того, как подводим полностью базу, в принципе, я хотел бы нашим тоже телезрителям напомнить, что регистрация заканчивается 1 июня в 19.00, и, соответственно, те ребята, которые не оплатили вот этот вот лицевой счет, на 2 июня, соответственно, эти деньги сгорают. То есть, естественно, так скажем, мы их не сможем уже как-то зарегистрировать, и база будет закрыта. То есть 2 июня, соответственно, так скажем, я уже готовлю заявку, все пункты готовят заявку, и, соответственно, мы эту заявку отвозим в Минск, чтобы там формировали так называемые вализы, в которых будут лежать тесты, которые уже привезут сюда. Нужно понимать, что до 1 июня, последний день регистрации включительно, ну и оплаты, соответственно, должны быть проведены в эти сроки, для того, чтобы не было никаких нюансов. 21 55 65, телефон студии прямого эфира, еще есть время для того, чтобы задать свои вопросы. Срок действия сертификатов 2 года. То есть есть прецеденты, когда люди не сдали, не поступили в 1 год, идут на следующий и сдают уже только нужные предметы, или все-таки опять выбирают 4, и уже у них с целым веером сертификатов приходит? Были, так скажем, случаи, вернее, я думаю, что и будут, потому что ребята получают даже 8 этих сертификатов, причем разных предметов. Но некоторые пытаются как-то где-то его, в общем-то, исхитрить. Опять же, так скажем, например, база не может принять в качестве абитуриента учащегося 10 класса, потому что, соответственно, так скажем, оператор, вводя его данные, он, соответственно, видит, что он нарушитель. Естественно, бывают, так скажем, и опечатки со стороны, так скажем, учреждений, которые подают вот эти списки в Республиканский институт контроля знаний. То есть если человек говорит, что я, ребят, я, в общем-то, 11 класс заканчиваю, вы как бы проверьте и так далее. То есть вопросов нет, выходим на директоров школ, как говорится, на управление образованием и так далее. То есть выясняем, что действительно человек учится в 11 классе, вопросов никаких нет, как говорится, в Минск отзваниваемся, снимают, соответственно, вот эту блокировку, и человека регистрируют. Но есть те, кто хочет как-то так вот, ну, схитрить, что ли, как говорится. Схитрить, чтобы у него было больше вариантов. Да, но опять же, как говорится, напомню нашим абитуриентам, что если получилось в этом году пройти, получить сертификат, в следующем году вы реально выпускник, и вы, соответственно, ну, не дай бог, не пройдете в следующем году тестирование, сертификат, который вот в этом году, как говорится, получите, он будет просто недействительным, потому что вы являетесь выпускником только в следующем году. И, естественно, в общем-то, обязательно надо пойти тестирование. Но это ограничение касается минимального возрастного порога. Люди, которые старше и давно закончили школу, они в любом возрасте могут принимать участие, соответственно, поступать. Да, конечно. Вы проводите консультации в школах очень активно на протяжении всего года. Какие вопросы чаще всего задают учащиеся? Потому что вроде бы очень много информации, но тем не менее, с чем приходится сталкиваться? Ну, первое, чего можно, чего нельзя. Я, может быть, прежде чем вот что можно, чего нельзя, еще, может быть, пару слов по оплате, скажем, за централизованное тестирование. Почему? Потому что у нас есть категории граждан, которые не оплачивают. Это, в первую очередь, многодетные семьи, это дети-инвалиды до 18 лет и так далее. То есть, в принципе, перечень этот есть и на сайте, например, так скажем, технического университета и других университетов, то есть пунктов прохождения, тестирования. И, соответственно, так скажем, прежде чем, может быть, ехать, я бы посоветовал просто бы, ну, позвонить, спросить. Вот мы многодетная семья, мы проходим по этой льготе или нет? Почему? Потому что необходима справка о составе семьи. Ребята приезжают с удостоверением многодетной семьи, но оно не подходит. То есть мы их регистрируем, мы им доверяем, но, опять же, нам нужна справка для того, чтобы мы к этой анкете эту справочку, соответственно, присоединили. Вот, поэтому, как бы, есть категория, еще раз повторюсь, те, кто может у нас на... Для того, чтобы избежать каких-то неприятных моментов, особенно если приходится ехать для регистрации в другой город, лучше задать свои вопросы заранее. Ну, и что касается вот этих вот вопросов, как говорится, да, то есть, опять же, чего можно, чего нельзя. То есть, вот, что делать, если, например, у меня мобильный телефон? То есть, ну, ребята, если у вас мобильный телефон, он, не дай бог, так скажем, вас зазвенел, либо просто вы его пронесли и не указали, что у вас есть мобильный телефон, вы не оставили его где-то на хранение, просто человек удаляется за аудиторию. То есть положение ОЦТ подписано пронос и использование. То есть вы пронесли его, даже пусть он без батарейки будет, но вы уже нарушили вот эту вот статью, и, соответственно, так скажем, вы удаляете с аудитории. Естественно, пытаются принести какие-то шпаргалки. Это интересный вопрос. Удивляют вас изощренностью или старые добрые варианты? Были и старые добрые варианты, писали на руках, ногах, в других частях тела, пытались гармошки, так скажем, использовать. Был у нас даже такой, как мы называем, шпион, как говорится, пытался в файлике спрятать, так скажем, в туалете, в бачке от унитаза, как говорится, соответственно, так скажем, свою тетрадь, как говорится. Но при этом тоже, в общем-то, шпион не очень обученный. Почему? Потому что титульный лист он не убрал, и было прописано, что за ученик, какая школа, как говорится, и так далее. То есть поэтому все-таки надо готовиться, как говорится. Да, была у нас девушка подготовленная, у нее на ногтях красиво, как говорится, таблица неправильных глаголов прописана была, говорится, и так далее. То есть, в принципе, все вот эти вот махинации, например, так скажем, беспроводными наушниками, как говорится, за ухо, как говорится, и проводными, опять же, возле политеха, возле университета имени Пушкина, возле любой точки будет, так скажем, в билении висеть о продаже, либо прокате наушников телесного цвета. И прокат, и продажа, как говорится. То есть выбирайте, как говорится. То есть уже такие вот, есть спросы, есть, соответственно, предложения. Все это ведет к тому, что человек будет удален из аудитории. Если удален, то вариантов в этом году сдавать у него нет. Пересдать уже никаких. Никаких. Есть резервный день, но резервный день только для тех ребят, которые по какой-либо уважительной причине не смогли попасть на ЦТ. Эту уважительную причину они доказывают уже после того, как произошло, то, что они не пришли, или заранее, вот они не могут, лежат в больнице еще что-то. Здесь могут быть разные, так скажем, ситуации. То есть, ну, например, человек уезжает на какое-то соревнование, представляет республику нашу и так далее. То есть он берет письмо, например, с федерации, там, в футболах, хоккея, велосипедов, спорта и так далее, о том, что он в эти даты участвует. Вопросов никаких. Но, опять же, он должен пройти регистрацию на основной день. Были ситуации, когда, соответственно, там, например, с тестирования ребенка увозили в больницу. То есть пишут они летом, в июне месяце, жара. Душные и так далее. То есть детям просто-напросто плохо становится. Естественно, будет стоять, дежурить, скажем, скорая помощь, которая будет оказывать помощь таким ребятам. Если человек видит, что он, в общем-то, не в состоянии продолжать писать ЦТ, его просто-напросто, так скажем, отвозят в приемный покой, и у него, естественно, на руках справка. Но, опять же, вот к тому вопросу о том, что вот ребята спрашивали по поводу, какие еще могут быть вопросы от ребят. Они спрашивают, а вот варианты одинаковые будут. Вот я, например, писал, ЦТ в Бресте, резервный день, он уже проводится в Минске, в БГУ. Такие же будут ли варианты? База совсем разная. Поэтому как-то так вот симулировать, и вроде бы пришел на тестирование, увидел тест, там что-то порешал, либо не порешал, а потом решил перекинуться, так скажем, больным. Ну, здесь лучше этого не делать, поскольку все-таки родные стены, тут мама с папой, тут все-таки, говорится, так скажем, родной край. Один из главных бед и проблем любого человека, даже самого подготовленного, всегда являются нервы. И ни для кого не секрет, у нас готов сюжет, который может рассказать о том, как все-таки нужно справляться со своим волнением, в том числе и в такой ответственный момент, как прохождение централизованного тестирования. Тимур Юрко учится в 11 классе и уже с начальной школы знал, что свою жизнь свяжет с медициной, а именно хирургией. И сейчас активно занимается подготовкой к централизованному тестированию. С самого детства я мечтал помогать людям, потом достигшим, когда достиг такого сознательного возраста, я понял, что врач – это благородная профессия, которая может меня реализовать, помочь мне в моей мечте. В классе 5-м я это осознал, и уже с 8-го, 9-го класса я начал активную подготовку к централизованному тестированию, начал ходить к репетиторам. Психологическое давление такое, ну, я думаю, чувствует каждый, кто собирается заводить централизованное тестирование. Ну, главное – не волноваться, то есть нужно быть уверенным в себе, в своих силах, спокойно писать. Во многом большую роль при подготовке к централизованному тестированию играет и подход самого педагога. Часто вместо простых уроков учителя выбирают занятия по репетиционным тестам и призывают всех учеников как можно чаще решать такие тесты самостоятельно. Подготовка к ЦТ – это труд непрерывный, каждодневный, систематический, и нельзя к этому относиться небрежно. Конечно же, репетиционное тестирование – это хороший повод для того, чтобы проверить свои знания и подготовиться к этому. Потому что это как в спорте, чем больше ты тренируешься, тем тебе легче во время экзамена. Рецепт по борьбе с отсутствием знаний известен, наверное, каждому. Учиться и еще раз учиться. Но что делать, если учишь, а предательский страх и волнение все же не проходят и мешают в подготовке к экзамену, от которого будет зависеть профессиональное будущее? В первую очередь психосоматика. То есть дети должны кушать, хорошо пытаться, соблюдать режим дня, спать, высыпаться. Дыхательная гимнастика – это как бы мобилизирует все ресурсы нашего организма. Волнение обязательно должно быть у учащихся в такой вот регулированной степени. Оно открывает резервы внутреннего организма и помогает, то есть адреналин, он помогает в даче экзамена. Это наоборот очень хорошо. Страх ЦТ действительно можно обойти, только изменив свое восприятие. Главное ни в коем случае не допускать и мысли о провале на экзамене и понять, что волнение и тревога не только естественны, но и даже необходимы состояния, так как активно обостряет внимание и активизирует работу ума. Продолжаем обсуждать подготовку к централизованному тестированию 2019. Действительно, кто больше волнуется, дети или родители? Складывается иногда ощущение, когда ты наблюдаешь за происходящим, что мамы своим волнением нервируют детей еще больше. Есть такая ситуация, говорится. Я просто бы посоветовал родителям, чтобы их дети сделали вот этот первый взрослый шаг, наверное, все-таки самостоятельно. Ну, доведите, покажите, как говорится, направление, пусть ребенок идет сам. Почему? Потому что иногда он просто стесняется родителей, как говорится, его немножко напрягает вот это вот, я не знаю, так сказать, присутствие мамы, папы, как говорится. Естественно, в общем-то, пожелайте ему всего самого лучшего и, естественно, в общем-то, не надо ругать, если вдруг там, в общем-то, сертификат не на ту оценку либо на тот балл, который, в общем-то, где-то рассчитывал, как говорится. Обязательно ребятам я бы хотел пожелать, это, скажем, и удача, и ни пуха, ни пера. Это первое, как говорится. Да, во-вторых, они сразу получаются с корабля на балл. То есть только отгремели выпускные и они сразу же на ЦТ. Поэтому обязательно хорошо выспаться, хорошо покушать. Почему? Потому что те ребята, которые приезжают из района, они, как правило, так скажем, даже от вот этого, так скажем, нервоза, что ли, не кушают, как говорится. Иногда бывает так, что просто теряют сознание. Если говорить сейчас об особенностях, которые вот в этом году нас ждут, есть ли что-то в проведении, что в 2019 году изменилось? В принципе, в этом году только у нас поменяется система оценки. То есть она уже была, так скажем, опробована с первого этапа репетиционного тестирования. И, естественно, в общем-то, те ребята, которые прошли РТ, они, в общем-то, на себе это почувствовали. Ну, в некотором смысле, так скажем, расслабились. Почему? Потому что, в общем-то, получилось так, что они хорошие достаточно оценки получили, а те ребята, которые, в общем-то, достаточно хорошо, обучаются в школе и хорошо знают предмет. Немножко, в общем-то, так скажем, получилось так, что оценка, ну, их не удовлетворяет. Хотя, в принципе, по заверению, опять же, Республиканского института контроля знаний, вот эта вот корреляция оценок, она должна соответствовать, ну, например, если я в школе получал по физике, например, 7 баллов, то есть я где-то должен ЦТ сдать на 65, 68, 80 баллов. То есть где-то около 70 баллов. Что нужно обязательно помнить? Самая большая проблема не только мобильный телефон, но еще все время проблемы есть с паспортом и с документами. Давайте вот об этом немножко поговорим, для того, чтобы подчеркнуть этот важный момент. Вы правы. Почему? Потому что у нас есть три документа, которые удостоверяют личность. Это паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца. Четвертым, так скажем, документом может являться справка, так называемая форма номер 9, которая выдается в случае утери либо крадежа, соответственно, скажем, паспорта. Но это опять же в крайнем случае, как говорится. Ни в коем случае просьба опять же и к ребятам, и к родителям. Я понимаю, что мы приграничный город, как говорится, на визу ни в коем случае не надо отдавать. То есть опять же, вот буквально, наверное, два дня назад приходил парень, отдал паспорт на визу и что мне сейчас делать? Ну ничего сейчас не сделаем. Даже ксерокопию заверенную нотариально мы не рассматриваем. То есть паспорт и только в оригинале. Кроме того, в паспорте может быть еще такая проблема. Срок действия паспорта закончился, поскольку, опять же, еще раз повторюсь, мы в переграничный город, детям делают заранее паспорта. Получается так, что паспорт закончился, то есть он, например, так скажем, успел зарегистрироваться, а через там буквально неделю-две паспорт закончился. И надежда на то, что не заметят и так далее, здесь маловероятно, как говорится. И просто-напросто человек придет с просроченным паспортом на тестирование, его просто не пустят. Даже при наличии регистрации или, вернее, так скажем, того пропуска, который он получил. Нахождение паспорта где-то в консульстве или на каких-то дополнительных моментах, оно не является никаким однозначно. Здесь просто нет паспорта, нет тестирования, так скажем. Что нужно знать и понимать сейчас, в данный момент? Регистрация на ЦТ началась. Не нужно тянуть какие-то вопросы, куда звонить, куда обращаться, что делать? Значит, соответственно, первым делом пройти регистрацию. Опять же, по месту жительства, если это Брест, Баранович и Пинск. Если, соответственно, где-то около этих городов ребята живут, естественно, просто зайти в интернет. Сейчас все ВКонтакте, как говорится, и так далее. Без проблем можно найти телефон и в конце концов, в общем-то, мы есть, наша группа, скажем, есть ВКонтакте, региональный центр тестирования. Если что-то непонятно, звоните, пишите, как говорится, приходите. Нет проблем, как говорится, всегда поможем. Естественно, еще раз вернусь, так скажем, паспорт. Это основной документ, который должен быть как на регистрацию, как на централизованную тестирование, как на подачу, соответственно, так скажем, документов. Опять же, возвращаясь, может быть, немножко к началу разговора, пытаются родители, так скажем, и так далее, тоже зарегистрироваться, но здесь есть исключение, родители могут зарегистрироваться, если есть уважительная причина. Почему ребенок не может лично присутствовать? ребенок в больнице. И сейчас у него, не знаю, операцию он в гипсе и так далее, но в июне месяце он будет здоров, счастлив, красив, как говорится, придет на тестирование. То есть он берет справочку о том, что ребенок у меня, скажем, там в больнице, он берет копию паспорта, заверяет ее нотариально и приходит с этими документами к нам. Но это касается только регистрации. Непосредственно на ЦТ человек должен присутствовать, и на всех четырех предметах у него обязательно должен быть паспорт. Это не обсуждается. То есть момент, что паспорт был действительно первые два экзамена, а потом нет, не рассматривается. Нет, нет. Здесь паспорт должен быть обязательно. Иногда, как сказать, родители иногда в поддержку детей идут тоже на тестирование. Надежду то, что, в общем-то, где-то они рядом с ними сидеть будут. Но сидеть, как правило, они с ними рядом не будут. Почему? Потому что в аудитории они будут вытаскивать так называемые посадочные талончики. Вот как, например, в кинотеатре места пронумерованы, заходят с конвертика, вытаскивают номерочек и садятся на то место, которое вытащил случайным образом. В общем, подготовиться нужно в первую очередь морально, и только знания могут дать положительный, нужный результат. Совет, который еще можно подчеркнуть перед ЦТ. Наверное, если ты пропустил репетиции, уже ничего не вернуть назад, но тем не менее, что можно посоветовать? Не тратить время на шпаргалки? Ну, знаете, может, шпаргалки и надо писать, как говорится, но брать их с собой, наверное, все-таки не стоит. Либо, если вы взяли, как говорится, пусть они где-то лежат, греют душу, что ли, как говорится, да? Но не в аудитории. Но не в аудитории, как говорится, да. Почему? Потому что на ЦТ здесь, естественно, как говорится, каждый сидящий рядом с вами абитуриент, он ваш конкурент. И, естественно, не надо покупаться на то, что кто-то вам там, может быть, решит задачку на черновике, как говорится, и так далее. То есть зачастую абитуриенты, в общем-то, как сказать, чтобы убрать конкурента с дороги, как говорится, решают не так, как надо, как говорится. Поэтому надо рассчитывать только на себя. Естественно, в случае каких-то форс-мажорных ситуаций поднимать руку. То есть, например, не пишет черная гелевая ручка, подняли руку. Болит голова, кружится, тошнит и так далее, подняли руку, как говорится, и так далее. Бланк ответов, который выдали, он не меняется. Естественно, так скажем, если вдруг что-то на бланке не так заполнилось, либо у нас была ситуация, когда кровью пошла девушка, так скажем, из носа у нее, бланк, опять же, в этом случае не менялся. Он пошел с этим вот кровью и потом, как говорится, человека на проверку. Естественно, составляются определенные документы, говорится, акты и так далее. Но бланк ответов не меняется. Ни в коем случае там, где надо поставить подпись, не надо писать привет из Бреста. Просто бланк не будет проверяться. Такое тоже бывало. Такое тоже бывает. И в Риксе нам показывали не один бланк, где люди признаются в любви, где пишут письма своим, так скажем, друзьям, подругам и так далее. Кто-то стихи про армию и так далее, как говорится. Но эти бланки, еще раз повторюсь, они просто не верифицируются. То есть их потом просто не проверяют. Юмор приводит к тому, что ты не сдаешь и, соответственно, не можешь поступить. Спасибо вам большое за то, что этот вечер вы провели вместе с нами и дали нам такое большое количество очень важной и полезной информации. Напоминаю то, что у нас сегодня в гостях был Владимир Валентинович Мороз, директор регионального центра тестирования. Мы обсуждали то, как будут проходить все экзамены, как будет проходить ЦТ-2019. И, конечно же, хочется еще раз напомнить то, что уже сейчас идет регистрация. У вас есть время до 1 июня включительно, но специалисты советуют не затягивайте, не оставляйте на последний момент. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их здесь и сейчас для того, чтобы потом не столкнуться с какими-то неприятностями. Меня зовут Екатерина Нечапорок, программа «Разговор по существу». Мы с вами каждый понедельник в 19.35. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова